Кубок Салавата Кубок Салават Алексей Васильев меня выбил, ну так жестко довольно-таки, то есть загнул всю машину мне и после этого было сложно, ну быстро восстановить машину, удалось это только финальному заезду своему. Вот, потерял драгоценные очки и тем самым занял по итогам только пятое место. Одним из ключевых событий этапа чемпионата России в Набережных Челнах стало столкновение между Дмитрием Брагином и Алексеем Васильевым. Где-то немножко не получилось, где-то там уступил, скажем так, уступил слишком по-джентльменскому во время заезда. Решил в честной борьбе попробовать отыграть это место и в итоге проиграл 2 сантиметра на финише. Тимур Тиберзянов занял четвертое место на этапе и очень здорово выступил в Набережных Челнах молодой Айдар Нуриф из команды Ферекс. Скорости возросли, контактная борьба, она никуда не девалась. Лед хороший, очень хороший, вообще погода замечательная, вообще настроение нормально. Действительно настроение у болельщиков было отменное в эти выходные. События держали в напряжении и не давали замерзнуть, несмотря на морозную погоду. Драссу очень хорошо подготовили, и если сравнивать с прошлым, потом прошлым годом, то она стала намного шире. И первый поворот, я считаю, что он стал намного быстрее. И качество льда вообще идеальное. Лед прям ровный и очень плотный. Вице-чемпион России предыдущего сезона Айдар Нуриф показывает класс и в нынешнем чемпионате. В Набережных Челнах он занял второе место, что позволило ему по сумме двух этапов выйти на первую строчку общего зачета. Второе место, нормальный результат, то есть мои главные конкуренты для меня. Ну а победу на этапе чемпионата России в Набережных Челнах одержал другой казанский спортсмен Василий Кораблев. Все прекрасно, то есть все понравилось, машина отлично управляется, хорошо настроили, сами собрались, так скажем. Тройку призеров на подиуме дополнил Анвар Тутаев, также гонщик из Казани. Продолжение следует...